В этом году исполняется 100 лет патрульно-постовой службе полиции. К большому юбилею ППС МВД России запланировал ряд мероприятий, в числе которых один день с патрульно-постовой службой полиции. О том, как прошла акция у сотрудника патрульно-постовой службы, расскажет Дарья Тендит. Этот день для напарников Марата Балачиева и Тимура Шевхужева проходит под беспристрастным оком видеокамеры. Ранним утром полицейские вооружаются всем необходимым – наручники, дубинка, пистолет Макарова. С далекого 1923 года задачи данного подразделения не изменились. ППС является основной службой по обеспечению общественного порядка и борьбой с преступностью на улицах. Перед тем, как приступить к патрулированию, полицейским во время инструктажа зачитывают ориентировки не только на преступников и пробавших без вести, но и на похищенные вещи. Я заступить на охрану общественного порядка в городе Черкесске. В принесении службы соблюдать меры личной коллективной безопасности. Обращаю ваше особое внимание на вежливое и тактичное обращение с гражданами. Действовать в соответствии с требованиями законодательства. Тимур и Марат, как и их коллеги, выезжают на маршрут патрулирования на служебной автомашине. Она оснащена всем знакомым синим проблесковым маячком, рацией и видеокамерами. С дежурной частью сотрудники поддерживают постоянную связь, ведь в любой момент может потребоваться наряд вместо происшествия. В среднем у нас бывает в день около 5-6 вызовов, из которых большинство это какие-то ссоры, драки, разборки. Ночью это в основном семейные какие-то конфликты. А бывают такие дни, когда вроде бы немного вызовов было, но люди встречаются тяжелые. Главная цель пешего или автомобильного патруля – это видимое присутствие. Главный сдерживающий фактор, который помогает охладить горячие головы, отвлечь несознательных граждан от необдуманного поступка, предотвратить преступление или спасти. В системе органов внутренних дел очень ценятся сотрудники, которые прошли службу в патрульно-постовой службе. Большинство профессионалов среди оперативных сотрудников или руководящего звена начинали в ППС. Здесь прошли закалку, научились выдержки. Человек, попавший в беду или в какую-то сложную ситуацию, звонит в службу спасения и первыми приезжаем, естественно, мы оказываем первую помощь. Если это драка, то, естественно, разнимаем, хулиганов забираем. Чтобы вернуть людям нарушенное спокойствие и безопасность, дежурная часть всегда остается на связи. Автопатруль ежесекундно выдвигается на адреса. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия.